Андрей, можете о ранении рассказать, о своем? О ранении? Ну, просто чудо Божье, что живо остался. Потому что тогда с нашего боя надо было захватить два блокпоста и мост. Это дырка была в Славянск, через который уже все. Оно вроде как стояли везде, все вокруг. Ну, а непонятно, какие-то там коридоры были. Ну, типа, надо захватить один и второй блокпост. Сколько их там, не знаем. Что не знаем. Пошлите. Ну, никто не знал даже, куда, где мы находимся. Целую ночь ехали там, на броне, там часик покемарились. Прямо она хоть нагрелась-то. Вот, ну. Никто ничего не знает. Они все знают. И мы поехали. И нас уже там, ну, просто хорошо ждали. То есть вы не знали, куда вас везут? Ну, конечно. А брак знал. Ну, конечно. 100% хорошо подготовлено. Ну, тогда 26 наших погибло там и 50 раненых. Это тогда 19 июня. Она была под Красным Лиманом. Она была захватить вот эти два блокпоста. Сепаратистов. Ну, понятно, что там не будут сидеть просто, как наркоманы какие-то и непонятные люди. Понятно, что если это, ну, дырка, если это туда приезжают и чечены, и техника, и все. То понятно, что там будут нормальные пацаны, которые подготовлены. Они просто там пацанчики, которые раз в автомате жали. В пальце, в шее два и в череп один. Говорит, на память будет. Я говорю, ну, вам же же говорю, ну, вам бы было прикольно тоже так бы металл в шею там или в тело. Он вам мешает, вы ощущаете ее, да? Да, слышно. Ну, даже шея не так, она работает. Оно поначалу так надуло все, рот аж перекосило. Ну, я так не мог разоваривать. На меня все смотрят. Я думаю, что они на меня так смотрят. Вот. Ну, а потом лечили, лечили. Никто не мог узнать, откуда же температура постоянно. Они мне лечат и гайморит, и у терапевта, и у инфекционного. Это вы уже где находились? В Днепропетровске. Вот. Ну, в общем, никто не мог понять, что со мной происходит. Типа. А потом поехал в Одессу, направление дали. Потому что хотели из Днепра выписывать. Ну, никто никем не хочет заниматься. Ну, это лично я так на себе прочувствовал. То говорю, давайте мне направление в Одессу, а там будут смотреть. Да не, мы выпишем. Я говорю, что какой пришел, такой и ушел от вас. Поехал туда. Там компьютеры, все показало, что закрыта черепно-мазовая травма. Там все, они капали меня. И в Мечниково я был. Ну, никто не хочет заниматься. Ну, как бы вот так. А лечение за чей еще происходит? Ихний. Все, полностью у меня? Да, вот ЗОК тоже деньги давали. Филиппов, Карпов, Касаткин. Молодцы. Вот Ищенко. Вот все, ну, молодцы. С работы девчонки тоже собирали. Там и посылки присылали, и деньги давали. То есть, ну, молодцы. Ну, даже не думал, что так все. Вы ощущали поддержку, да, от родного города? Конечно. На протяжении всей службы, да? Все, ну, молодцы. Все было так, ну, хорошо. Ну, а вот по поводу даже вот еды. Вы говорите, что не голодали. Я лично, ну, мы не. Ну, еле прямо как дома. Не, ну, сварил там на костре. Что-то американский сухпай был, то украинский сухпай был. То, ну, ну... А что туда входило, если не секрет? В американский и украинский чем отличаются? Не, ну, американцы, они же все там как бы на допингах. Там качкиш все, вы поняли. То есть, там все культурно, компактно, калорийно. Ты мог вытянуть эту готовую продукцию. Мексиканская какая-то еда или там спагетти, куски мяса. Реально, гвядина. Ты разогреваешь там пакетики специально водой залил. Он нагрелся, карбид. Реакции. И ты ешь себе, ну... Кому нравилось, кому не нравилось. То есть, насчет еды. Ну, это не всегда так было. А украинский сухпай-юк из чего состоит? Можете вспомнить? Ну, интересно, чем говорят наши стандартные. Стандартные, это с Козятина. Там какая-то у них, наверное, продуктная фабрика. Или как ее правильно назвать. Или там где отмывают деньги. Я уже не знаю, как сказать. Ну, что там? Тушенка, да? Ну, тушенка на обед давалась. Ну, то непонятно, что это за тушенка. Один достал горло целое. Там чуть не... Вот. Ну, гречка, там, перловка. Ну, мы варили там котел. Мы варили там, сколько насчет, 30 было наших. Яду котел и варили там. Повар один был у нас. Ну, как просто, может, повар, он просто обычный солдат. И он варил, был ответственным. Помогали дрова там. То варил. Ну, вроде как, с едой. А как отношения в коллективе были? Вы с разных населенных пунктов. Сразу вот единый боевой дух у вас проснулся? Ну, поначалу, может быть, так где-то. Детский сад какой-то. Ну, понятно, уже потом уже на этом фоне понятно, что если ты сейчас ему сделаешь что-то, ну, он же тебя там не вытянет откуда. То есть, ну, как бы вот этот детский сад, ну, как бы, ну, не было такого. Потому что все понимали, что уже это, ну, не детский сад. То есть, это все очень серьезно. В бою помогали дрова? Да, он вытянул одного там, чуть, ну, так чуть не переехал. Ну, не танк, БМД. А так бы так раздавил, а так звонит. Звонил раз был, благодарил. Ну, говорю, это не меня благодарит. Я сам бы там остался тоже. То есть, ну, как бы вот так помогали. То есть, еще раз, как вы оцениваете сила, подготовка, снаряжение противника, к сожалению, сильнее, да, чем их помощь или нет? Ну, просто она сильнее за счет того, что вот стоит дом, вот так стоишь на блокпосте, они с тобой блокпоста в тебя стреляют минометами и снайпера, а тебе говорят, ну, туда же не стрелять, и потому что мирные жители. Ну, они же этими пользуются. То есть, ну, ну, как вот так? Пацану хлопают, а так падают, как воробьи. Ну, они нормально себя чувствуют. В интернете столько видеороликов, ну, когда это просматриваешь, что так, и насколько понимаешь, что как они этим пользуются, как они запудрили людям мозги, что они просто не понимают, что происходит. Вот местным. Они просто не понимают. Так самое, а те, кто оружие берет, это же, ну, нам нужно, как это так вбить в голову человеку, это, ну, каким надо быть. Вот я, ну, украинская армия обстреливает дома. Да я дома сидел бы лучше, чтобы я тут бы стрелял в тебя, ты мне тут надо. То есть, ну, там людям голову так запудривают, что. Сильнее того, что сдают, знают позиции, вот в чем сильнее, вот и сильнее. Кто по вашим сдают? Ну, да и в верхах, и, наверное, между собой там уже кому-то офицеры. Все же хотят подзаработать. Много же перешло к России офицеры. То есть, нормально финансы платят. То есть, всегда найдут через кого сдавать. А вот такие пацаны потом инвалиды остаются. Без рук, без ног, 20 лет и кому он надо. То есть, пацаны жизни отдают свои заради того, чтобы тот, кто сдает, чтобы он нормальную жизнь видел. Чтобы каждый, вот вы, все, мы, чтобы нормально тут ходили, вон, как пара идет за руку. Пацаны жизни свои отдают. Не жаль, они смотрят ни на семью, ни на мать, ни на детей. Просто отдают свою жизнь. Вот скажите, пожалуйста, народу местному нашему населению тоже интересно вопрос. Как там местные относятся к нам? Вот это. Ну, у нас, например, было по-разному. Я так понимаю, те, кто нам не рад, они просто с нами не общались. А были такие, которые привозили продукты сами за свои деньги, привозили, спрашивали ребята, что надо прямо оттуда. И уже когда была реальная возможность обстрелов, все равно под этими обстрелами ездили и привозили многие люди. А так? Ну, у нас, мы когда по Славянскому были, то начали выезжать оттуда семьи. Ну, официально документ, муж, жена выезжают. То есть, мужиков, ну, единично, как бы, ну, не вывозили. То есть, не разрешали проезду. И они говорят, они выехали. Потом хотят обратно вернуться. Мамы там, вот, бабушки кричат. Говорю, что вы кричите? Вот скажите, у вас сын есть? Есть. Он служил? Да. А он сейчас мобилизованный? Нет. Я решаю, где ему быть. Хорошо. Вторая. Что вы плачете? Что вы, у вас есть сын? Нет. У меня зять. А он мобилизованный? Нет. Я горло всем перегрызу, чтобы он не пошел. Говорю, так я тут сейчас стою, говорю. У меня мать плачет за меня. Ну, почему вы тут плачете? Вы хотели этого? Ну, чего вы хотели? Понятно, нельзя взять всех, ну, весь народ, что мы все хотели. Нет. Понятно, что есть, которые просто, ну, которым все равно. Есть, которым просто, ну, наполовину. И да, и нет. То есть, ну, по-разному. Ну, были такие, возили еду. Они попробовали сперва, потом мы ели. То есть, ну, по-разному люди относились.